Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Как видите 40 секунд ребята осталось до завершения этой лиги, так что подождем и начнем с вами новую эпопею. Так, я иду на Сёгуны, 3 звезды, так это у нас что там получается по наградам? 35 ДНК, 7700 сюрикенов, 90 золотых и 45 платиновых осколков, хорошо. Давай, давай, 15 секунд, ребята, осталось, жалко конечно что мы с вами не добрались до лиги мастеров. Хотелось бы и в принципе у нас была к этому расположена удача, но мало героев ребята, у меня не хватает персонажей, все. Турнир закончился и заберите свой приз, ха-ха-ха, Рафаэльчик у меня появляется, да ребята? Так, 7700, классический, так 90 осколков и 45 платиновых, ну как я и говорил. Так, ребятулечки, сразу же бежим сюда и открываем нам Рафаэля, у него 2 звезды, серебряные, нанимаем, йо-хау, круто, я рад. Так, у него ребята 2 способности, первое это двумя пальцами в нос, Рафаэль выполняет каурок в воздухе и наносит врагу удар ногами. Опустошение шкалы фокуса на 25%, если цель относится к классу техника. И второе с меня хватит, это Рафаэль вытаскивает пиццу из ниоткуда и бросает ее в лицо врагу. Исцеляет союзников на 20% от максимума здоровья. С вероятностью 30% будут постепенно исцеляться союзники на 10% в течение одного хода. Круто, восстановление 4 хода. Это шикарно, ребят, с вашего позволения я проапаю, сколько получится. Ага, все, да, 30 уровень это максимальный. Так, давай тогда изучать ему способности. Так, вторая ступень, это у нас меня хватит. И двумя пальцами в нос, вот это мне больше всего понравилось, двумя пальцами в нос. То есть, двумя пальцами своей ноги он кому-то в носяру там дает. Так, до третьей ступени что ли у нас получится проапать? Точно, ребята, до третьей ступени. Ну вот, теперь уже получше. Еще, как говорится, у нас одним героем пошло пополнение. Так, и мы заходим с вами в бой, да? Так, турнирная арена. Рахзар, ребятушки, Рахзар будет разыгрываться. Но он же у меня полностью, да, полностью, ребята, есть. Поэтому как бы, ну, не особо хотелось бы. Но мы с вами за платиновые осколки все-таки беремся, деремся. Так что, конечно, хотелось бы ДНК получить на какого-нибудь нового персонажа. Но фиг с ним. Рахзар-то красар. Так, и у нас открываются, ребята, два испытания. Это ярость Рафа и борцы с преступностью. Давай, вначале пробежимся по осколочкам, да? Пробежимся по осколкам. Тем более, тут дали довольно неплохих бойцов нам. Так, Хастел Кастел тут что-то запел. Так, ну, все, на автобой, ребят, естественно. Сейчас быстренько мы его почикаем. Сколько мы там заработаем? Ну, не так уж много. Но, тем не менее, осколочки, это хорошо. Нам нужно очень много золотых осколков. Очень много. Ну, а еще больше, конечно же, нам нужно платиновых. Очень много нужно платиновых. Не знаю, сегодня после лиги, я не знаю, если у нас останется время, мы, наверное, попробуем какое-нибудь пройти с вами испытание. Либо ярость Рафа, либо борцы с преступностью. Посмотрим, как пойдет у нас дело. Тыч, с вертушки. Как вот он сорокового уровня, ребят, меня вот поражает. Может выдержать удар от Леонардо. Восьмидесятого уровня. Считай, на сорок левлов мы выше его, и все равно он стоит. Удивительно просто. Так, ну что же. Еще восемь золотых осколков мы с вами заработаем. Но нам не хватит. По-моему, чтобы проапать персонажа, нам нужно 330 золотых осколков. А у нас их мало. Так, ладно, врубаю автобой. Сейчас мы его, ребят, прочекрыжим здесь по полной программе. Так, Рафаэль берет провокацию. Железная голова его поджаривает. Причем вешает на него постепенный урон. А он на нас маузеров своих выпускает. Лео. Впервые вижу, чтобы Лео врубал отхил на боссе. Ну-ка, пробивной и... Да, он падает. Ну все, на этом, ребята, мы закончили с осколками. Сейчас мы заодно посмотрим, сколько их у нас вообще. Чтобы определиться в дальнейшем. Так, замечательно. Восемь золотых. Так, давай-ка мы вот сюда, по-моему, да? Ну, смотрите, ребята, 276 у нас золотых и 285 у нас платиновых. Маловато. Зато сюрикенов у нас почти 19 тысяч. Почти 19 тысяч. Ядрить его на корень. Так, откатов еще не произошло? Нет, пока еще ничего нету. Ну что же, прямиком с вами, наверное, бежим на турнир. И будем вырываться в топчик. Так. Доминик. Абичек. И Зульхарис Хакими. Ну давай, Зульхарис Хакими, мы с тобой подеремся. Чуть-чуть. Буквально маленечко. Потягаемся силенками. Оу, подожди-ка, подожди-ка. Вот это я, наверное, зря сделал. У него, оказывается, там Би-Боп. Смотрите, он три звезды золотые имеет. Вот это я сунулся тоже на свою голову. Ну, надеюсь... Так, хорошо, подожди-подожди. Не выеживаемся. Потихонечку бомбим. Так, в кого шмаляет? Ага. Выжили мы. Ну все, тогда нормуль. Ребят, тогда мы здесь с вами выиграем. Просто я немножко пожанулся. Там три звезды, как бы. А у меня всего лишь что-то бронзовые. Так что все шикарно. Шикарно. Двигаемся тогда дальше. С вами поднимаемся потихонечку. Буквально сразу должны до война там скакануть. Да, две звезды воина. Отлично. Так, погнали далее. Не будем здесь рассусульваться слишком долго. Мария, Тони и... Смайли. Мария, Тони и Смайлик. Смайлик, Смайлик. Давай вот так вот возьмем. Так, тут у нас Эйприл. Тут у нас и Карайка. В общем, все то, что нам нужно. Погнали. Хотелось бы, конечно, засандалить ему два пальца в нос. Черепаший удар. Так, будем-ка разбирать. Пожалуй, для начала мы Стокмана. Как-то херовенько. Ну-ка, разруби его. Нет, не вышло. Ну, давай, Чомпи. Пыхни. Вот так вот снесло этого Стокмана. Хидрень, Финни. Так, Карайка, успокойся, пожалуйста. Ничего тебе здесь не поможет. На-ка. Ну-ка. Так, а если вот этот вот? Пробили. Ну, вот и Эйприл созрела у нас для того, чтобы погибнуть. Ну, добьешь? Почему-то не могут добить, ребят. Слабенькие, конечно, у меня персонажики здесь. Я в плане того, что по атаке. Вы сами видели прекрасно. Урон вообще минимальный. Но, тем не менее, идем, продвигаемся дальше. 231 мотаген. Мы уже на войне 3 звезды. Поехали. Каких нам тут персонажей подогнали? Так, 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 так. Я думаю, что надо брать... Надо брать Тоби. Будем мы с вами с Тоби соревноваться. Так, секунду. Рафик, Рокстеди, Майки и Шинигами. Подожди, а почему мне Шинигами... А, ну да. Да-да-да, ребята. Она саменькая. А как она может прокачаться, если у меня нет на нее ДНК? Хе-хе. Вот тут и оно. Ох, неплохо мы дали. Так, ладно. Давай добьем, наверное, да? А потом можно будет, в принципе, взяться и за Кирби. Так, Кирби. Давай-ка вот так начнем, пожалуй. Хорошо, мы его пропечатали. Прибьем. Вот. Так, Стокман, успокойся. Донни тут тоже. Ничего такого особенного нам не делает. Так что, ребята, все. Им кранты. Им крышка. Обоим причем. Хоп. Рафику делал. Ну что, Стокман? Сразу же взгрустнулась тебе, да? Я смотрю. На! Бомбанул, да? Рок, кстати, как? Довольно нехило. Приголубил паренька. Нормуль. Так, ну что ж, двигаемся тогда далее. Самое начало, это все легко и просто. Я даже Леонарда здесь не буду трогать, потому что ни к чему. В элиту мы уже перебрались. Если мы с вами не проиграем здесь ни разику, мы должны выйти где-то на Сегун. Три звезды, может быть. Так, 25 уровни. Тут Крис, Майки, Леонарда и Хан, да? Тогда мы... Подожди-ка, тут трехзвездочный. Ладно, фиг с ним, ребят. Я думаю, что мы все-таки их разберем здесь. Вначале-то все простенько. Вот дальше будет пожесткачу. Где-то с 50 уровня, да? По-моему, у нас начинается нагревание компашки. Ну-ка. Опа, как Крису-то, а? Хорошо прикатило. Хан, успокойся. Даже не попал. У-у-у! Все, я понял вас, ребята. Вы ватники. Ха-ха-ха. Получи бумерангом в лоб. Так, вырвался. Что он там? Провокацию взял? Ну и мы тогда тоже возьмем провокацию. Думаешь, ты один такой, что ли? Хе-хе. Хитро задай. Нет. Опа, опа, опа. Смотри-ка. Провокацию повесил на Таун-то. Ай-яй-яй-яй. Это как-то нехорошо. Если честно. Да бросай ты этого слезнюка уже. Так, ответка. Слушай, хорошо бомбит. Хм. Так, да хорош, ты еще и хиляешь тут, а? Ты понял, что он делает? Хиляет. Слушай, что-то как-то... Оу! Опачки. А вот, ребята, и первая, наверное, жертва. Да. Как всегда. Как всегда. Кто-нибудь да погибнет. А ведь я так и думал, ребята. Три золотые звезды. Персонажей. Блин. Надо... Еще сомневался. Думаю, возьму, не возьму. Но на левел. Купился на левел. Что у нас все-таки 30-й, а он не 22-й. Но, как видите, крокодил. Думаю, подосрал мне. Причем довольно хорошо так. С провокацией. Прямо его так разобрали. Ай-яй-яй. Все время делаю одни и те же ошибки. Ведь прекрасно знаю, сомневаюсь. И все равно иду. Рискую. Ай. Да, 282 мотагена всего лишь зарабатываем. То есть мы с вами еще не перейдем в элиту. Две звезды. Плохо. Фейлимся потихонечку. Адильхан. Что это за Адильхан у нас? Ну, я думаю, что мы будем с вами брать Давида. Да, я буду брать Давида. У него тут 3 звезды. Как у него вот на таком уровне? Скажите мне, ребята. Вот на 24-м уровне у него персонажи. И у него уже и такие, и такие есть герои. Имбовые, елки-палки. Которые так просто не достаются. Что же мне делать-то? Я знаю, что здесь надо быть очень аккуратным. Поэтому я возьму морозильную кошку. Я возьму белку. Ну и, наверное, возьмем с вами Рафика, испытаемый. И Леонарда. Вот так вот будем мы. У него так, как говорится, звездочные золотые. И у меня будут с золотыми звездами. Так, погнали. Начнем. Ну, давай с этих клубней приступим. Ага. Что? Так, замечательно. Давай-ка. Два пальца в нос. Ну и масуха, естественно, от Леонарда. Шух. Волна пошла. Эта волна бы могла еще, ребята, то ли обжигать, то ли еще что-нибудь. Вот это было бы великолепно. Так. Это он что делает? Это он сделал, ребят, провокацию. Это он сделал провокацию. Ладно, давай-ка его. Оп. Немножечко. Слушай, ну Раф нормуль. Так, он крепкий парень. Я смотрю. Рафаэльчик-то. Даже не могут попасть. Даже не могут попасть. Тыч. Ага. Эйприл вдруг поплохела. Ну-ка, давай так вот. Тык. И остался лишь. Бибоб. Или Бибоб. Не имеет значения. Давай-давай-давай. Лупи. Все. Отдыхают. Ну вот, теперь мы с вами пробираемся, естественно. На трехзвездочный. А, на двухзвездочную, да, элиту. Позиция 52-я. Мы продолжаем бой. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Я не знаю, может быть... Тут Ванька. Давай, наверное, вот с этими ребятами поговорим. Пошушукаемся. Тут только один персонаж, который имеет три звезды. А я возьму Пиццеллицу, а у которого четыре звезды. И надо вот этих ребят-то обязательно брать. Реализовывать. Блин, Пит. Меня здесь Пит смущает. Твою же макареку, а. Твою же макареку. Давай вот так, наверное, сделаем. Да. Пита могут завалить. У него две бронзовые звезды. То есть, ну куда его брать с собой-то? Нелепо будет смотреться. Ну и здесь тоже, кстати, не очень хорошо. Будем пытаться выживать. Да, Ванька у нас крепкий парень. Тут ничего не скажешь. Атакуем. Так, мне надо дождаться пока... Когда у меня Пиццеллица будет делать супермассовый удар. А будет ли он его делать, это неизвестно. Мы тоже тогда похиляемся. Вот так. О, давай-ка сделаем бомбочку. Хопс. И вот. Подожди. По-моему, вот это вот, да? Массовая атака. А? Хорошо. Так, Ванюша погиб. И это меня радует. И это меня радует. Очень хорошо. Промахиваются. Потому что мы им меткость понизили. Так, пробьешь? Почти, ребята, у него получилось. Ну вы же должны промахиваться. На-ка. Так, ну-ка попробуем пиццу бросить. Все, Доника снесли. Ой, как красиво, ребят. Ускорение делать, да? Ускорение и крит. Ускорение и крит он повесил. Минус Эйприл. Так, давай-ка мы Лео сейчас, наверное, с вами нахлобучим. И потом уже все. Монда Гека наш. Полностью. Бум-бум. Меткость понизили. Ой, братишка, не повезло тебе. Не-не-не-не. Ничего у тебя тут не получится. Слушай, расколбасили довольно неплохо. Но все равно надо будет Голубя Пита где-то взять в какую-то определенную компашку. Где его не достанут. А где такое может быть у нас? С каким-то таунтом, с провокатором. А кто у нас может выступать в роли таунта? Сейчас определимся, ребята. Так, выбираем вот этот вот отряд. Потому что он самый слабенький. Тут бронзовые звезды. Но уровни тридцать первый, тридцать третий. Так, секунду. Секундочку, ребятули. Выбираем с вами таунт. Таунт мне нужен. Кто у нас из таунтов есть? Что, у нас тут нет никого, что ли? Я не понял. У меня может быть, конечно, и Макман выступать в роли таунта. Так, Монда Гека, отойди пока отсюда. Так, возьмем Армагона. Возьмем Крипа себе. Возьмем тогда здесь Пита и вот так вот. Слушай, не знаю, ребят, не уверен, что эта команда как-то здесь справится. Но мне вот лично самому интересно, прокатит или нет. Массовых атак минимум. Их практически нет у нас здесь. Смотри, какой урон нанесли. Уже! Так, вешает иммунитет. Да ладно, я еще, по-моему, и Питов, да, не смогу здесь поиграть. Хильнулись. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Не атакуйте только. Блин, контратак вешает. Заморозили. Замечательно. Так, ну что, пробьем, как вы думаете? Кто у нас будет сейчас ходить? Ванька будет ходить. Ой, да он еще и с провокацией. Он, ребята, с провокацией у нас вонюшит. Тогда нам надо будет... Давай тогда вот так сделаем. Покарайки. Ну, Питуха на, ребят. Не хватило нам совсем чуть-чуть, чтобы вот Крип мог, ребята, сделать провокацию на себя. Хотя из него провокатор, вы уже видите, какой из него, ребят, провокатор может быть. Так, карайку-то добьем хоть? Ага, не вышло. Слушай, слабо, как-то мы тут с вами бомбим, если честно. Так, этот еще и хиляет. Этот еще и хиляет. Я боюсь, ребята, пулеметной дроби именно от Ванюши. Ты смотри, что происходит, а. Три на три у нас, да? Бросает бомбу у нас майки. Ага, так. Колодцем его. Слушай, ну какой же этот гад, а? Какой же он гад все-таки? Эта стиранка? Ну. Мимо? Как ты, блин, можешь промазать по нему? Я не понимаю. Ёпп, РСТ. Тридцать второй уровень, он тридцать третьего. Ты мажешь по нему. Вообще жесть какая-то. Постепенный урон. Так. Ну. Бомбани хорошенько. Слушай, ребят, самый нелепый отряд. По моему мнению. Самый нелепый отряд. Нет, выжил все-таки еще. Ну, давай этого, я не знаю, как мы его пробьем-то. Мух-то эту. Давай вот так вот торпеду в него бомбанем. Ага. Ага. Добьет. Добил все-таки меня. Ушастая лабуда. Она мне добила всех практически. А. Два всего выжила. Ну, ё-моё. Ребят, ну без фейлов, ну никак. Да потому что они сами по себе ватники. Вот и все. Ватные они. Нет у них суперударов прокачанных. Поэтому они никакого дамага не наносят. Меня вот достает. Это вот этих вот щенков нужно брать. Но на самом деле с каким-нибудь вот, например, вот с Ванькой стиранкой надо брать, например, вот вот этих вот всех труфелей. Только в этом случае мы можем с вами их проходить без проигрыша. Только в этом случае. Другого варианта просто нет. Смотрите, сейчас барабанная дробь. И падают все, да? Ну, не все. Многие. Многие упали. Ну, а дальше мы просто выживаем. Причём выживаем довольно легко. О, давай-ка посмотрим этот новый удар. Тыч! Получил. Ах, ламон. Хильнёмся, конечно же. О! Слушай, а вот мне интересно. Разработчик бы стал сюда включать вот этих вот новых черепашек-ниндзя, которые сейчас выпускаются. Они, правда, такие безобразненькие. Но можно же было продолжить бы серию-то. Ведь так? Я думаю, что можно было бы. Если кто не знает, как выглядят черепашки-ниндзя новые, посмотрите, ребята. Вселенная суперсхваток. Игрушка, файтинг. Все эти мультяшные герои там есть. Так, ну что же. Лига самураев. Давай, пошли. Я, ребята, буду уже идти по крупнику. Вот, серьёзно говорю. Буду идти по-крупному. С этими малышами только, как говорится, и возиться. Вот так вот берём всех. И заваливаем их. Просто змея карачат здесь нам всё это дело сделать. Я надеюсь на это, по крайней мере. Ну, поехали. Посмотрим. Так. А какие уровни-то здесь? Сороковые, да? Граната пошла. Пипец. Пипец! Карайка, какая же ты подведунья, а? Ты просто меня подвела сейчас. Серьёзно тебе говорю. Ну давай, пробьёшь ты или нет? Какое там пробьёшь? Вау, судара. Ну, это, это, это пипец. Ребят, тут только карайка выживет. Это я вам точно говорю. Только она одна. Да и то за счёт, то, что у неё здоровье, ну не здоровье, а 60 уровень. Ладно, ладно, ладно. Убивай, убивай. До Нателла всё тоже погиб. Хе-хе-хе-хе. Ой, блин. Смех на грех. Чисто фейл. Галимы, ребят, никакого опыта не получим мы с вами здесь. К сожалению. Будем на месте топтаться. Но зато, как говорится, я сыграл ими, да. Я ими сыграл. Всех персонажей я реализовал. Да всё равно это отборочный тур. Фиг ли тут о чём поговорить, ребят. Хоть ты проиграй, хоть ты не проиграй. Всё равно ты выше головы не прыгнешь. Всё равно тебя... Даже будешь ты там всё гонить, или ещё где-нибудь через два дня буквально тебя так скину, что мама не горюй, ёлки-палки. Давай, поехали. Берём, ребята, вот этих вот. Я всё равно сдаваться не собираюсь. Берём вот голову железную. И поехали. Джастин, Донателло, Ксевер. И возьмём Усаги. Вот так вот сделаем. Всё зависит от того, кто сейчас будет первый ходить. Если железная голова, то нам повезло. Но у нас тут ходит Микеланджело, который вечно выплясывает. А? Не пробили. Ну-ка так. Молодец, Микеланджело. Давай, давай, давай. Ерундой занимайся. Так, погнали. Хоп-хоп. Защиту понизили. Пробьём. Да, должны пробить. Ну-ка, Джастин, пульни. Всё, ребят. Ну, здесь изи. Здесь всё сделала, грубо говоря, за нас железная голова. Бомбануло ракетами. Там осталось только лишь добить. Ну, я и добил. Так, самурай две. Две звезды. Погнали. Дальше я выбираю, ребята, по максималке. Так, тут все одинаковые, поэтому давай возьмём вот этих вот. По уровню здоровья они лучше, больше. И возьмём Леонардо. Возьмём Леонардо. Раз, два, три. Четыре. Всё, тут одной вертушки достаточно будет, чтобы они здесь упали. Но, как вы знаете, у меня, ребят, нет откатов. Поэтому Леонардо у меня здесь один раз только будет востребован. Шук. Блин, прикольно сделан вот кабан этот. Из фильма. Так, чётенько прорисован. Ну. Какая? Двадцать первая. Отлично. Поехали в бой. Дальше выбираем. Опять же, все одинаковые. Так, что можно вот этих вот выбрать. Тут уже особо руль не играет. Возьму Багстера Стокмана. Раз, два, три. Сорок второй уровень, да, здесь? Немножко опасно. Давай вот так вот, наверное. Слушай, может быть, Леонардо убрать? Давай Леонардо уберём и возьмём лучше вот так вот. Эйприл. Хоть и один хилл у нас здесь будет. Хотя у нас и Шреддер хилл. Но всё-таки. Так, ну что, понеслась? Понеслась. Массовый удар. Слушай, очень слабо отнимает теперь здоровье почему-то этот массовый удар. Так, замечательно. Луч. Луч начинается. Так, ладно, это всё ерунда, ребят. Маузеры побежали. Если что, будем хиляться. Но нам этого не пришлось сделать, потому что механические мышки всё за нас сделали. Всю грязную работу. 920. Так, ну что, самурай, три звезды. Приветствую. Значит, мы с вами всё вот-то по-любому попадём. Так, давай-ка мы... Ну, здесь опять же все одинаковые. Так что, можно вот взять, например, Алексея. Будем драться с Алексеевичем. Так, возьму я Змейка Вьюна. Так, Эйприл. Ну, сюда Леонардо уже придётся подключить. Возьмём тигра и, наверное, паукуса. Вот такая у меня соляночка получилась. В основном паукусы и тигры. Это массовики. Затейники. Буду сейчас массовыми атаками бомбить. Проверить. Да как ты... Микеланджи... Он всё время, ребят, вот в какой команде бы он не был бы, всё равно он ходит первый. Так, хорошо. Ну-ка ещё разок. Опа. И добивочный, да? Погоди-ка, Леонардо выжил? Ого. Звезданул он. Офигеть. Одного удара, ребята, было бы достаточно, чтобы убить Кунаичи. Хе-хе. Вот так вот. А вы смеётесь, блин. Ну. Нет, ещё не зашли, ребят. Ещё не добрались. В бой. Давид. Кит-Кит. И Педро. Ну, давай возьмём Кит-Кит. Кит-Кит. И у нас тут Майки. Так. Бибов. Король Крисиный. Крисиный. И... Ти-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ри. Зэк. Зэк вместе... Вместе с Кирби. Ну да. Команда, конечно, не убой. Но всё-таки. Зэк, естественно, будет здесь ходить первым. А, кстати, если вот поставить Зэка и того самого Микеланджела. Кто будет ходить первым? Микеланджела или Зэк? Ха, кстати, вот этого я не проверял. Так, что он там сделал? Угу. Критический удар и скорость повысил. А успеете ли вы воспользоваться этим, а, ребятули? Слушай, скорее всего, успеют. Ммм. Хмм. Минус Рокзар. Ой, Рокзар. Крис. Ну-ка, ну-ка, не буяним. Опа. Великолепно. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Минус. Так, ну что же. Давай Крисом. Ну и добиваем Бибо... Тихо ты. Что он там? Хиляется? Он хиляется, да? Ну-ка, попробуем заблокировать. Ха-ха. И добиваем. Зер Гуд. Отличненько. Ну-ка, мы с вами попадем. Да, в принципе, попасть-то попадем, наверное. Ну, давай, давай, давай. Быстренько все это. И... Да. Сегун. Одна звезда есть. Сколько у нас там еще боев? Наверное, один остался, я думаю. Один бой. Поэтому выберем вот этих вот, ребят. Раз, два, три. Четыре, пять. Ага, значит, Хан и Стокман Муха у нас пролетают мимо кассы, к сожалению. Ну, вы помнили, да, ребята? У нас в прошлом бою, в прошлый раз оставался один персонаж. Сегодня осталось у нас уже их двое. Ну, потому что мы сегодня открыли с вами нового героя, да? Это Рафаэль. Кто не помнит, кто не знает или кто не видел. Так, опять, опять, опять со своими танцами тут. Как он меня нервирует. Давай провокацию возьмем. У нас, интересно, два провокатора будет? Да, два провокатора. И все почему-то сразу же на Рафаэля прыгают. Ну-ка, вжарим. Вот массовые атаки нужно прокачивать, я думаю, в первую очередь. Так, это непорядок был с твоей стороны, Ванюша. Ну-ка, минус. Ну, все, ребят, в принципе, разобрали мы здесь всех. И, грубо говоря, на этом мы заканчиваем с вами лигу. Опс, замечательно, шикарно. До лиги Сегунов, две звезды, мы, как всегда, опять не добрались. Опять же, два боя у нас за эту игру получили фейл. А так бы, как раз, все было бы хорошо. Видите, 16-я позиция. Ну, двумя бойцами там делать нам нечего. Задание, точнее, не задание, а как оно, испытание. Я думаю, что мы начнем, наверное, в следующей серии. Ну, а на этом, ребятушки, все, будем завершать. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребят, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok